Школе поселка Красное исполнилось 75 лет. История образовательного учреждения началась в 1944 году, когда открылась начальная школа в деревне Кориговка. Специального здания у школы не было, поэтому дети начинали учиться в недостроенном колхозном доме. Спустя три года было построено типовое здание школы, в которое входили интернат, столовая и классы. Летом 1958 года школа была перевезена в поселок Красное. Накануне учреждение отметило свое 75-летие. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Наталья Гавриловна Соболева после замужества переехала в поселок Красное из Забайкалья. Это было еще в далеком 1971 году. 46 лет своей жизни она посвятила Красновской школе. Из них 12 лет проработала директором. В настоящее время преподает русский язык и литературу. Красновская школа в свою бытность была первой школой в округе, в которой работала производственная бригада. Тогда там руководитель производственной бригады был Хатанзийский Иван Николаевич. К сожалению, он не покойный. 16 лет. Вот наша школа, учащиеся 10 классу нашей школы, они каждое лето работали на сенокосе, они заготавливали корма и всегда занимали первое место. Призовые места были у них. Я до сих пор вспоминаю об этом учители и о том, что школа занималась именно этим. Спортсмены были. Хочется вспомнить Попова Сергея Александровича. Он у нас здесь так спортивную школу поднял. Потом, конечно, ушел, работал в администрации, но тоже оставил такой заметный хороший свет. Ну и много таких учителей можно назвать. Красновская школа – одна из немногих, где родной язык коренных малочисленных народов Севера изучают с первого класса. И с этой задачей успешно справляется Валентина Ивановна Хатанзейская. Ее трудовой стаж в школе поселка Красное составляет 30 лет и три года. Она преподает ребятам литературу, русские ненецкие языки и ненецкую культуру. И мы стараемся детей обучать таким образом, чтобы им не было трудно, чтобы они к нам шли и чтобы их не подпинывали. И материал стараемся дать в доступной форме. В педагогической практике Валентины Ивановны тоже было много курьезных моментов, о которых сегодня она вспоминает с улыбкой. Много лет тому назад, когда у меня были пятиклажки, я начала урок, урок продолжился. Одного мальчика не было. И он пришел за пять минут до конца урока. Уроки тогда длились по 45 минут. Я его спросила, где был Миша? А Миша такой спокойный был мальчик. Он посмотрел на меня и сказал, стал рассказывать. Когда я пришел домой, я поел сперва, потом сел на диван и не заметил, как уснул. Ну вот, а разве можно на него ругаться? Я пошла плечами, сказала, садись. На этом урок закончился. Красновская школа активно внедряет инновационные образовательные программы. Учреждения ежегодно готовят призеров и победителей в различных конкурсах не только регионального и всероссийского, но и международного уровней. Также развиваются научно-исследовательское, военно-патриотическое, художественное и спортивное направления. Я учусь во втором классе, и мне школа очень нравится. Тут хорошие учителя. Здесь очень вкусно кормят. Она красивая, и мне очень здесь нравится учиться. Тут хорошие и добрые учителя. Кормят хорошо. Среди выпускников Красновской школы много известных в регионе и за его пределами людей. Один из них – заместитель председателя окружного собрания депутатов Матвей Чупров. Сегодня вместе со своей коллегой Натальей Кордаковой он приехал поздравить педагогический коллектив с праздником и вручить почетные награды. Мне лично очень волнительно и трепетно на душе, потому что, когда приходишь в родную школу, всегда чувство тебя переполняет. Это, наверное, та вещь, которой невозможно избавиться, которая будет поскорить нас, бывших учеников, всю жизнь. Всем счастья, здоровья, с юбилеем, родная школа. Уважаемые педагоги, уважаемые работники школы, я хочу сказать, что детям пособка Красная здорово повезло. Почему? Потому что сегодня в презентации сказали, что Красновская школа – одна из лучших сельских школ. И это, наверное, во многом благодаря тому, что у нас сильные педагоги. Я не понаслышке знаю, как вы готовите все. В этой школе работал мой дядя, скажу я, Николай Владимирович. И сколько вы сил отдаете своим детям, зачастую забывая про своих собственных детей. Поэтому всем вам здоровья, счастья, мира. И пусть в вашей школе все будет хорошо. У вас будут послушные ученики и только отличники. Ну пусть хороши встречаются. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования и высокие показатели в работе учителя, воспитатели и работники школы были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами Собрания депутатов округа, Заполярного района и администрации региона. Поздравили своих коллег с юбилеем родной школы и героини нашего сюжета Наталья Гавриловна и Валентина Ивановна. Сегодня в этот день педагогическому коллективу я желаю сплоченности, добрых отношений, хороших учеников, но и, наверное, благодарности от родителей учащихся, чего иногда не хватает. Ну а так коллектив хороший, трудоспособный. И у нас большой плюс здесь какой? В том, что многие бывшие ученики сейчас работают здесь учителями. Уважаемые коллеги, дорогие мои коллеги, мужчины и женщины, я всех поздравляю вас. С нашим прекрасным юбилеем. И желаю вам, чтобы всегда все у вас получалось. Не только на работе, но и дома. Всем удачи! Сегодня в Красновской школе трудится 66 сотрудников, в том числе 31 педагог. Руководит учреждением Вячеслав Владимирович Литков, который активно участвует во всех школьных мероприятиях. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север», поселок Красное.